Здравствуйте! Пришла посылка. Посылка с Алиэкспресс. И что меня удивило, здесь должно быть четыре фонарика. Четыре! Четыре фонарика. Да, это на ключнике, но в упаковке. И посылка при этом весит всего 170 грамм. Как-то это даже подозрительно, если честно. Поэтому, когда я что-то подозреваю, я стараюсь это снять на камеру, чтобы в случае чего у меня были доказательства моей правоты. Не обязательно это потом, конечно, выкладывать на YouTube, но лучше снять. Так. Ага. Всё. Коробка пустая. Коробку в сторону. А, ну тут ещё для уплотнения положена плёнка, но это не так уж и важно. А вот и сами фонарики. Ага. И, кажется, я всё понимаю. Потому что... Почему вес такой маленький? Да потому что фонарики даже меньше, чем я думал. Нет, я в курсе, что они на таблетках. Но, блин, что они настолько маленькие. Фотографии всё-таки не дают реального впечатления о размерах предметов. И поэтому потом получаются такие сюрпризы. Итак, у нас в посылке четыре цветовых решения одного и того же микрофонарика на таблетках от производителя, который, на самом деле, уже не первый год на рынке. В своё время он был очень известен. Сейчас, правда, он так в тени, но всё же. Танк 007. Танк 007. Было время, когда на ключник от этого производителя был, вероятно, у каждого, кто был в теме и кто интересовался фонариками. Ну и я смотрю, что этот производитель или этот бренд, он всё ещё жив, он всё ещё что-то производит и даже выводит на рынок какие-то необычные фонари. Вот один из них. Знаете, я тут немного завис, потому что не мог решить, какой из этих фонарей я выберу себе, оставлю себе. Но остановился всё-таки на вот этом, такого металлического цвета. Как по мне, довольно интересный, необычный вариант. Его оставляю себе, соответственно, открываю и подробно изучаю и показываю вам. Открывается как-то подозрительно легко. Да? Смотрите сами. Просто вот так вот. Ну, не знаю. С одной стороны, это плюс. Всегда можно проверить перед покупкой или перед тем, как ты собираешься подарить фонарик другому человеку. Но, с другой стороны, простите, это как-то ненадёжно. Ладно, черт с ним. Мы видим специальные места под батарейки, но, скорее всего, они внутри. Видим вот такое вот колечко для ключей, да? Ну, так как этот фонарик, это фонарик-брелок, соответственно, кольцо, возможно, пригодится кому-то. Но не факт. Ну, и сам фонарь, который, кстати говоря, довольно плотно посажен в блистер. Так. В принципе, работает он... Ага, не работает. Скорее всего, залочен. Как это часто делают китайцы. Так. Здесь мы видим батарейки. Они внутри у нас. Так. Да, залочено. Удаляем эту красную... Так, это не бумажка, это наклейка даже. Заморочились. Да, что у нас внутри? Возвращаем батарейки внутрь. Блин. На камеру, конечно, очень неудобно это делать, но ладно. Так, еще одна батарейка здесь. Три батарейки, соответственно. Так, скручиваем. Ну и проверяем, работает нет. Работает. Ну а теперь давайте пройдемся по основным характеристикам этого фонарика. Но начну я с того, что обращаю ваше особое внимание. У этого фонарика есть две модификации. Дело в том, что есть еще вторая модификация этой модели. С ультрафиолетовым светом. Соответственно, если рассматриваете к приобретению, то обращайте особое внимание, какую конкретно из этих двух разновидностей вы приобретаете. Возможно, на фонаре с ультрафиолетовым светом даже, скорее всего, характеристики будут немножко другие. Учитывайте это. Я говорю про обычную модификацию модели E15, которая идет с синтексом I. Итак, по характеристикам. Вес моего экземпляра без батареек составляет 6 грамм. С батарейками увеличивается в два раза, до 12 грамм. 12 грамм – это полный вес фонарика. Что касается размеров. В длину. Причем это полная длина с учетом темлячного, довольно крупного темлячного отверстия. Итак, длина составляет 3,2 сантиметра. 3,2 сантиметра. В диаметре – полтора сантиметра. 15 миллиметров. 15 миллиметров в диаметре. Это очень небольшие размеры. Вот для сравнения, тоже очень небольшой компактный фонарик от компании SkillHunt на элементе питания 3А. Танк чуть-чуть толще, но в то же время он сильно короче. Я думаю, это очень хорошо видно. Тут, наверное, даже больше, чем в два раза короче. Материал. Ну, конечно, вес, небольшой вес достигается во многом благодаря тому, что здесь используется соответствующий материал – алюминий. Конечно, заявлено, что это какой-то высококачественный авиационный алюминий, но тут, сами понимаете, учитывая небольшую цену данного фонарика, ну, это далеко не факт. Элементом питания в данном фонарике являются батарейки LR44. LR44. Три элемента питания LR44. По заявлениям производителя, а это даже прописано у них на... Даже не буду голословным. У них это прописано буквально на упаковке. Здесь вы, кстати говоря, можете видеть основные характеристики фонарика. Они немножко отличаются от того, что я озвучиваю. Ну, как есть, так и есть. Такое тоже бывает с китайцами. Так вот, китайцы утверждают, что этот фонарик выдает в максимуме до 100 люмен. До 100 люмен. Верится с трудом. Я бы даже сказал, что совершенно в это не верится. Тем более, что светодиод, который здесь стоит, он, скажем так, нонеймовый. Что конкретно за светодиод, производитель не уточняет. Ну и опять-таки, учитывая невысокую стоимость, я бы даже сказал, низкую стоимость фонарика, ну, скорее всего, какой-то дешёвый, такой, средненький, мягко говоря, светодиодик. И по свету, скорее всего, это правда. Ну, теста будет чуть позже. Ну, а теперь, по сложившейся традиции, давайте на отбеленные бумаги посмотрим, какой свет выдает этот наключник. Я думаю, сейчас неплохо заметно, что у этого фонарика есть яркое пятно в центре, да, и такая не очень широкая засветка по бокам. Что касается температуры, вот, если честно, совершенно не понимаю, как её здесь определить. С одной стороны, наверное, правы те, кто в комментариях написали, что он выдаёт холодный свет. Но если вы присмотритесь, то есть здесь у нас около центра, да, виден такой явный жёлтый оттенок. Я его и глазами хорошо вижу, и, в принципе, по-моему, даже на камеру неплохо снимается. Ну, короче говоря, какой-то недорогой светодиод поставили, и вот что получилось, то и получилось. Вряд ли за эти деньги они какой-то хороший светодиод могли поставить. Будем реалистами. Единственное, что я совершенно не понимаю, почему-то на камере я вижу какие-то дополнительные круги, которых глазами я совершенно не вижу. Ну, вот желтизна, я думаю, сейчас на белой бумаге очень хорошо заметна. Но заметна только на белой бумаге, если честно, потому что если выйти на улицу, то там уже этого эффекта нету. Ну, он, по крайней мере, не заметен глазом. Сейчас в кадре находятся два фонаря, два наключника, справа находится танк из этого обзора, слева находится скиллхант. Что самое интересное, для обоих заявлено, что они выдают по 100 люмен максимально. Ну, вот давайте теперь сравним, как они светят в реальности. Да. Я, конечно, понимаю, что это неправильный тест, что надо сравнивать не на глаз, а приборами, сборами в соответствующих условиях и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, что имеем, то и делаем. Так и сравниваем. Ну, вот чисто мое мнение, визуально, танк, конечно, выдает меньше света. Ну, это мое субъективное мнение, конечно же. Кстати, заодно замечу, что вот слева скиллхант у меня уже в руках нагрелся, так, заметно нагрелся. А вот, кстати говоря, танк почти не греется. Я как-то не ощущаю, чтобы его температура изменялась. По крайней мере, изменялась настолько, чтобы я это рукой ощущал. А вот, блин, скиллхант как-то вообще как этот... как горелка для рук работает. Да? Но зато и света он выдает визуально все-таки значительно больше. Небольшой тест на улице. Да, чтобы убедиться, что это именно он. Вот эта вот малютка на самом деле прибивает так неслабо. По крайней мере, глазами вижу. Насчет того, что будет на видео, ну, не гарантирую. Обычно видео немножко искажает. Уменьшает яркость света. Вполне уверенно, можно ходить по ночному лесу. Производитель нас заверяет, что на этом фонарике реализован стандарт защиты IPX8. Если честно, я в этом, конечно, совершенно не уверен. И проверять это не собираюсь. Но что я собираюсь проверить, так это водонепроницаемость фонарика. Ведь вполне вероятен сценарий, когда вы эту кроху нечаянно уроните, например, в лужу. Давайте проверим, что будет. Есть у меня стакан воды. И давайте, чтобы тест был более нагляден, включим фонарик. Включаем. И как бы роняем его в воду. Так. Где моя ложка? Чай с фонариком, да? Опять-таки, на большую глубину погружать не собираюсь. Сильно сомневаюсь, что здесь действительно есть поддержка этого стандарта. Но все-таки, все-таки, дождь он должен пережить. И случайное падение в лужу, судя по всему, он тоже переживет. Давайте еще раз уроним в лужу. Ну, вроде живой. И светит. Так. Ну, воды внутри я не вижу. Извиняюсь, я воду уберу в сторону, чтобы батарейки туда не уронить. Да, кстати, сейчас хорошо видно колечко, которое обеспечивает в первую очередь водонепроницаемость фонаря. Ну, что? На резьбе вроде бы влаги нету. Это уже с моих... с моей руки, скорее всего. Капелька. Ну, короче говоря, если уроните, ничего страшного, скорее всего. Не случится с ним. Вполне себе он это переживет. Что, кстати говоря, очень радует. Ну, а теперь давайте коротко подведем итоги. В целом, за его цену в 3-5 долларов это довольно-таки неплохой наключенный фонарик. Но за цену в 3-5 долларов. Если цена выше, то, соответственно, вы без труда найдете другие альтернативы, которые гораздо более интересны от проверенных производителей с более интересными характеристиками. Без труда. Тот же, кстати говоря, скиллхант, который уже был в кадре. Но за 3-5 долларов неплохая покупка. Единственное, обращаю ваше внимание на два минуса, которые я заметил за время использования. Первый минус, ну, это свет. Впрочем, вы все видели в тестах. Сами понимаете, что за эти деньги рассчитывать на что-то крутое не приходилось, ну и чудо не случилось. Свет такой, посредственный, скажем честно. Мощный, но не удивил. И второй минус, как по мне, тоже очень важный, заключается в том, что здесь слишком легко работает резьба. Фонарик легко прокручивается. И это создает опасность ложных срабатываний, например, в кармане. Ну, и не только создает опасность, на самом деле это случается. Можно незаметно высадить всю батарейку. Ну, и смысл в таком наключнике получается, который в нужный момент не работает. Как по мне, это минус. Почему-то здесь просто нереально легкая резьба. На фонарях я такое встречаю впервые, если честно. Не знаю. Возможно, это производитель со временем пофиксит. Можно, конечно, и самому что-нибудь придумать, но пока руки не дошли. Ну, а в остальном, в принципе, довольно мощный фонарик за маленькие денежки. Так что, кого интересует, ссылка под видео. А на этом спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok